Научиться оказывать первую помощь, преодолевать полосу препятствий и варить полевой суп. Сегодня в районе реки Куя стартовал туристический слёт «Звезда». На протяжении недели 30 человек из числа активной молодёжи будут учиться навыкам полевой жизни, проявлению лидерских качеств, оказанию первой медицинской помощи и другим полезным навыкам. Среди участников слёта – юные жители Наринмара и шести населённых пунктов округа. О том, как прошёл первый день в палаточном лагере, узнала наша съёмочная группа. По звуку сирены участники слёта спешат на построение. Организаторы проводят перекличку, проверяя, в силе на месте. После инструктажа команда расходится по своим участкам, чтобы продолжить установку палаток. Игнат Карипанов участвует в слёте «Звезда» уже в третий раз. Признаётся, жизнь в палатках ему по душе. Особенно жду ночной подъём, ночную тревогу. Мне интересно, какая она в этом году будет. В прошлом году нам дали задачу найти пострадавшего и принести его сюда. Оказать первую медицинскую помощь и принести его сюда. Пока команда Игната готовит место для ночлега, юноша с удовольствием показывает нам баню. Как оказалось, и в походных условиях можно сказать друг другу с лёгким паром. А это у вас что? Вот тут мы переодеваемся. Тут скамейка у нас будет ещё стоять. Будет скамеечка стоять. Тут будем вещи складывать. То есть это такая раздевалка-предбанник, да? Да. Тут мы будем мыться. Тут тоже будет вода. Принесут воду потом. Бочки такие, тазики дадут. Всё. Тут будем, ну как бы печку тоже топить будем, не знаю, мы не будем топить. А сколько человек здесь можно? То есть по одному или по двое? По двое ходили в том году. То есть в прошлом году тоже такая баня у вас была походная, да? Да. Ну как вообще, температуру держит палатка? Да. То есть можно жить здесь с комфортными условиями? Да. В отличие от Игната, в слёте участвуют и новички. Среди них Александра Соболева из села Ома. Нам предложили, вот Сергей Георгиевич, они в начале лета прилетали к нам в село. Я сразу сюда захотела, потому что я немного знакома с этим. Ну мы там проходили только теорию, а я захотела практику попробовать. В этом году участниками слёта стали 30 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторы уверяют, скучать ребятам не придётся. Сегодня у нас такой вводный день, мы заехались, ребята устанавливают, полностью обустраивают лагерь. С завтрашнего дня наступит насыщенная программа, к нам ежедневно будут приезжать различные гости. К примеру, завтра нам приедет поисково-спасательная служба для ознакомления детей с поисково-спасательной работой. Сегодня можно назвать день таким пилотным, пробным. Дети уже пообедали. Сейчас полным ходом идёт снаряжение детей, обустройство лагеря, натяжка тентов. Впереди ребят ждёт масса интересных и увлекательных заданий. Спортивные и туристические соревнования, тренинги и игры. Завершится слёт во вторник, 22 августа. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».